так всем привет ну сегодня я к вам с еще одним по гигантским процессом это то что вышивает александр у нас и у него добавился вот этот вот лист я сейчас вам поближе покажу потому что я уже не знаю где ее снимать эту картину на настолько огромное что просто уже не знаешь когда убежать в общем с этим процессом так но вот в этой пуговички у него уже добавился крейник но наверное сейчас его не увидите там буквально несколько крестиков в общем пока не очень заметно дальше будет его много и уже будет лицо у барышни тоже с этим крейником в общем вот так получается конечно мятая сняли только с рамы сняла но я обещал что я разверну покажу да как бы полностью что это вот уже вторая рука пойдет которая держит посох ну в общем осталось два листа ему вот здесь в ряду пришить и получится что он завершил практически половину картина потому что дальше у нее идет камзу а вот здесь вы уже видите вот это вот это украшение на шее которые висят так что в принципе не так уж ему и много осталось но если судить по всем конечно параметрам до лица мы скоро доберемся я очень надеюсь но там еще плюс рога конечно занимает много места поэтому такая огромная канва вообще на самом деле канва у нас больше полутора метров на этот процесс и вот здесь остается вот такие небольшие краешки поэтому вот она у меня согнута поэтому еще конечно шетишить в общем опять закончились черные нитки там какие-то в общем я опять заказала ну благо волдырь из быстро это все дело доставляет очень вот это реалистично все выглядит здесь нет ни одной желтой нитки а как будто бы до узора золотого цвета я конечно уже ушла сюда в гостевой домик чтобы вам снять потому что дома ну уж очень темно получается сейчас вот солнце светит и более-менее можно что-то разглядеть потрясающая проработка я считаю что тут вот прям хаэд справился на ура это напомню что по схеме хаэда картина называется командор вот я вставлю картинку потом обязательно чтобы вы увидели полностью эту работу одна девочка на американском сайте вышивает на самом деле ее же но только сверху и я увидела лицо там потрясающее красивое лицо сразу могу сказать что отличное лицо без каких-либо ну косяков и в лице у нее много много кренника на подбородке будет на лбу там до приличное количество кренника на этой картине так ну в общем девочки вот такая вот у нас история с этой дамы я сейчас вам по фото еще сам сниму нитки и покажу что у него там осталось потому что не количество листов сколько сколько листов осталось их честно даже не знаю вот сейчас пойду пытать саню вот и следующая картина по моему он сказал что садится будет уже за русалку там море море камни ну вы помните кто следит за его продвижениями в общем вот такая вот красота у нас есть так ну вот прибежала я домой отобрала я усани схему мне сказали перепутаешь листы сразу все смертная казнь вот выяснила я вспомнила достала обложку чтобы вспомнить что да как в общем картина у нас марты дахлик размер 450 на 675 крестиков у сани вышивает ее на 14 аиде в общем не хотел он тогда никакой мелкий каунт брать сказал я не буду там ломать глаза психовать и получается данная работа у нас вот у меня здесь помечено 92 на метр тридцать два то есть получается что у нас размер как раз кусок канвы полтора метра такая немаленькая мадам так что еще листов здесь прилично я даже честно не скажу вам вот сколько сходу потому что они увидите тут много чего отшито вышивает он по родной хайдовской схеме мы тогда покупали через посредника в россии то есть и сейчас можно купить и тогда мы покупали в одном интернет магазине где они напрямую заказывают эти схемы прям прям как раз в америке тогда не было желания ничего скачивать распечатывать нам было проще купить вот такой вот талмуд листов и так как мы вышиваем только по бумажной схеме в принципе нас это устраивало схема здесь мелко не large формат скажу сразу к сожалению но в общем вот такими вот видите кусками у него это черный цвет нитки получается здесь и это сейчас 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 ее здесь очень много то есть вот здесь вот это все вот это все черный 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 поэтому черные нитки здесь надо очень большое количество вот это у него отшитые листы вы видите отшитов у него много даже вот свежие да листы вот это опять все черный цвет листы печатать хайд почему-то с двух сторон это неудобно совершенно но как-нибудь да ладно в общем привыкли шьем нормально вот дальше так как он вышивает сейчас я покажу вам что он закончил лист да и он вот на этой вот отметке остановился то есть вот так получается вот как раз вот этот вот клык у нее он у нас уже на картине нарисовался а значит нам осталось чуть больше половины картины ну вот вот так вот так про это я все сказала вроде бы теперь к ниткам так как здесь 74 цвета я вам покажу ниточки нитками он вышивает dmc вот здесь вот есть вот такие тона да и не скажешь что в этой картине есть вот такие нитки но они есть не знаю пока где непонятно вот но нитки вот такие вот приятные такие расцветочки сейчас покажу у него несколько планшеток с нитками он тут у него деревянная вообще что он сделал приклеил скотчем бумагу себе вот видите вот эти сиреневые это скорее всего нитки фона мы так подозреваем поэтому пока не знаю даже также в этой картине есть крейник но крейник у него в катушках оригинальный да крейник он вышивает именно им вот такие ниточки ну и вот здесь вот такие все они очень такая гамма да не очень насыщенно оно и понятно значит черная нитка здесь не дмс потому что мы вышиваем черный фон здесь я ему посоветовала вышивать пнкшный потому что нет смысла тратить столько денег на черную нитку какая разница да какая она там эта черная нитка и он вышивает пнк кирова вот только-только заказывала на валберсе коробок кстати за черный цвет отдала дороже чем за обычные остальные это вообще какая-то несправедливость и именно кировский завод выставляет такую цену потому что напрямую она шла от производителя то есть не от перекупщика не от кого-то а именно от них мне не понравилось если смотрите 12 мотков обычного любого цвета стоит там 240 рублей то черный стоит 285 ну как вам да такая вишенка на торте ладно ну вот значит что еще вам рассказать про эту работу саню я не могу выдернуть он там сидит играет в ведьмака никак не получается отлепить его от этого ведьмака чтоб его поэтому значит получается что крейник у нее будет в лице так сейчас я вам как-нибудь вот так покажу вот в эту вот эта часть это крейник видно да вот здесь нос вот здесь подбородок тут как раз все крейником еще мы очень пожалели что рога у нее обрезаны то есть могли бы уж и вот дополнить да картину наверняка есть эта версия и не обрезать в принципе вот саму верхушку лучше бы они снизу убрали вот эту черноту а рога бы оставили как есть полные да полноценно ну да ладно в общем видела я отшив лица я уже говорила да здесь действительно такие вот эти вот сиренево какие-то зеленые нитки вот этого фонового будет как раз стежка у девушки много шрамов шрам на пальцах шрамы здесь у нее и вот тут на лице такие как не знаю далее сюжет вышивается точь в точь я как бы даже вообще не вижу разницы что в нитках получилось и что получилось на вот этой вот на превьюшке да в нитках получается абсолютно так же и вот тут у нас более светлый такой момент потому что у нас череп не такой темный здесь вообще глазницы не видно на самом деле они ну как бы на конве присутствуют намного четче как мне кажется вот в общем вот такой вот сюжет он у меня выбрал ну любит он у меня таких загадочных женщин что ж поделаешь это видео я выпущу отдельно потому что не хочу в принципе ни с какими процессами его путать ну да картина достойная да чтобы ее показать выпускать отдельно про нее по ниткам здесь вот лишь с нитками тут по-моему с обеих сторон а там видите уже схема а это тут конечно сплоховал не нравится мне что они так делают ну ладно я этого просто не знала поэтому так и заказывалась вот как раз черных а здесь не видно какой сейчас скажу какой расход черных ниток он тут какой-то гигантский и кстати крейник тут тоже не меньше если я найду этот листок вот он смотрите 310 вот 136 тысяч просто черного цвета и 032 это крейник 2255 получается да что крестиков ну да наверное крестиков в общем вот вот такой вот сюжетик так ладно я вроде бы все так сказала в основном продолжит он сейчас русалку как я поняла ну вернется потом к этому процессу потому что все равно он его постоянно шьет нравится ему конечно бы можно было здесь помельче взять каунт но он вот я говорю не захотел буду вышивать на 14 здесь как раз у нас четырнадцатая свайгард вот эта тряпочка мне она не нравится совершенно она никакая как канва она ничего не держит ну ладно уж как есть так есть в общем все девчонки пока увидимся в следующих выпусках в общем вот